Приветствую вас, если отвечать на ваш вопрос прямо, просто, то да, конечно, доверие можно вернуть в этом, нет никаких проблем, если оба партнера в данном случае а, допустим, вы хотите это сделать, то проблем никаких нет, можно и вполне возможно это сделать, вот, верну доверие, только единственное что, единственное что, это то, что желательно бы понять, почему произошла такая ситуация у с вами, то есть, вот, именно, почему вы, ну, почему у вас отношения так вот сложились, что мужчина пытался вас, как-то, ну, я не знаю, обмануть, да, пытался, как-то вызвать у вас ревность, да, и так далее, то есть, вот, из-за чего, из-за чего так ситуация произошла, почему так получилось, вот, это мне кажется важно понять, потому что если, если в этом не разобраться, да, то доверие восстановить будет, ну, гораздо сложнее, на самом деле, вот, только, вот, только потому, что не будут ясные причины, вот, то есть, здесь, получается, так, что, человек, пытался вызвать у вас ревность, типа, не уверен в себе, вот, но, ведь это, это же, вряд ли была, прямо, случайность, вот, что он, в себе не уверен, как, вряд ли, был, ну, вряд ли было случайностью и то, что, между вами были какие-то проблемы, в отношении, вот, раз, человек, пытался вызвать у вас ревность. Кроме того, эм, пропажа доверия, доверия означает, что вы перестали эм, полагаться на себя, вы перестали ориентироваться на себя, и, как бы, ваше, ну, восприятие себя под воздействием человека, да, оно изменилось. Вот, опять же, я не думаю, что с этим можно спорить, я не думаю, что вы будете с этим спорить, ну, надеюсь, надеюсь, что вы не будете с этим спорить, вот, потому что здесь, именно, здесь все-таки важнее, вот, признать данный аспект, важнее признать, вот, эм, да, доверие можно вернуть, можно и даже нужно вернуть, вот, если вы хотите продолжать быть вместе, вот, но вопрос заключается в том, вот, 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 насколько вы готовы, эм, стараться и работать, эм, в этом направлении, понимаете? А, вот, такой аспект, и, собственно, именно так вот можно вам ответить, ответить на ваши вопросы. То есть, эм, в идеале, в идеале, это, эм, момент, значит, когда оба партнера осознают, что есть некие проблемы, вот, и, соответственно, начинают, начинают работать, вот, вместе, не один, да, там, человек работает, не один там, вот, старается, старается, грубо говоря, а, оба партнера опознают, что есть проблемы, ну, между, между ними, вот, и в этом случае, да, в этом случае можно, можно, в этом случае можно, и даже, нужно, эм, доверие вернуть, вот. Кроме того, я так, я так, эм, понимаю, что, эм, речь идет, не о реальном изменении как таковой, Об обманнике этот человек специально сказал вам, что он, значит, изменил, чтобы вызвать у вас негативную реакцию, вот, и, значит, на самом деле в действительности измены не было. Но вы не можете поверить ему, теперь, значит, это, вы не можете поверить в то, что он, ну, что он, ну, что он действительно, что он в действительности не изменял. То есть, как бы, я полагаю, что такая история, такая история, вот, как мне, как, ну, как мне видится, как мне видится данный аспект. Вот, ну, соответственно, такая история. Так что здесь на первое место выступает, по-видимому, ваше восприятие возможной измены. То есть, вот, то, как вам, то, как вам видится, видится возможной измены, вот, то, как вы это воспринимаете, э-э, сами, вот. Вот это вот, мне кажется, ключевой момент, который заставляет вас чувствовать себя негативно. Вот. Раз, возможно, вы продолжаете считать своего мужа изменником, вот считать, что он вас там предал. Вот. Соответственно, соответ... Ну, это, опять же, как бы, ваша особенность восприятия. И тут вот нужно всё-таки на это делать скидку. Вот. Что именно у вас отношение к изменению, оно вот такое. Достаточно, ну, преобразное, характерное. Вот. Вопрос сейчас заключается в том, что, а не по этой ли, собственно, причине, да, мужчина выбрал именно вот, ну, такое высказывание, чтобы вас, к примеру, задеть. Вот. То есть, это вот то, что можно вам сказать. То, что можно вам ответить. Вот. Так. Такой ответ. Давайте ещё раз прочитаем ваш вопрос. Можно ли выявить доверие по словам, а слова о том-то, как меня изменял. Если всё это разобрать, да. Если разобрать, как вы на это отреагировали и почему, да, можно. Это было очень давно, честно говоря, что тогда пытался вызов в древнюю специально, так считалось, что, ну, ладно. Смотрите, момент здесь не видится ещё какой. Значит, смотрите. Это было давно. Так, ситуация, ну, ситуация возникла. Давно. Достаточно. И, может быть, может быть, что-то вас склухнуло. То есть, вот что-то склухнуло в вас. Эээ, вот эту вот, может быть, ну, старую забытую обиду. Что вы, значит, не просто даже вспомнили, а что вы даже к нам написали. Вот. Понимаете? Какая штука. Какая штука. Ну, вот. То есть, тут вот всё-таки, мне кажется, надо бы этот момент поисследовать. Вот. Дабы понимать, опять же, ну, всю бродигму развития, чтобы была вся картина. Чтобы можно было понимать, что конкретно вот, ну, у вас произошло. Мне кажется, что так вот. Мне кажется, так вот. Такой можно дать вам ответ. А, значит, исходя из того, что вы написали. Писать это вот, опять же, да, почему-то за дело. Вот. Я не говорю, что вас, ну, не давно было задевать, но я говорю о том, что этот момент, да, его нужно исследовать. Как мне видится. Вот. Ну, и если муж ваш согласен с тем, что у нас есть такая проблема, то в том числе и с ним дочь тоже можно будет поработать, поисследовать и помочь вам обоим. Вот. То есть пока что обратите внимание на свои чувства. На свои чувства именно. То есть как, как вот вы восприняли данную ситуацию. Как и почему вы восприняли её именно так. Вот. Это первое. Второе. Как так вышло. Как так вышло. Как так вышло. Что мы, 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 мужчина, а, значит, так выступил. То есть характерно это для него, не характерно это для него. Как бы, мог реально пойти на измену или не мог, вы все это знаете. У вас есть эта информация. У вас есть эта информация. У вас есть эта информация. Вот. Решите для себя. Как вы видите мужчину, мужчину своего, своего. Сейчас вот. Изменник или нет? Вот. Так. И несите ответственно за это решение. Если вы решили, если склоняете, что мужчина не изменник. Ну, признаете этому. И исходите из этого. Если склоняете саму эту мужчину, то есть изменник. Ну, что ж. Ладно. Значит, признаете этому. И исходите из этого. Вот. А так получается, мучите сами и мучите его тоже. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.